14 участниц. Целый учебный год они готовились к этому важному для школьниц нашего города событию. Конкурс у Видновчанка. Придумывали номера, репетировали. Кандидатуры на участие в некоторых школах были определены сразу, в других отбор происходил путем голосования. Даже те, кто не прошел финал, рады, что была возможность принять участие в главном видновском конкурсе. Я давно мечтала поучаствовать, всегда приходила, смотрела, мне очень нравилось. И поэтому то, что у меня есть какие-либо таланты, пение, я решила представить свою школу. Для себя просто понять, чего я могу достичь и попробовать себя в этом. Те же, кто в финал прошел и вышел на сцену Дворца Спорта Видное и предстал перед жюри, весьма творчески подошли к своим визитным карточкам. Пять финалисток, абсолютно разные выступления, но объединяло их одно. Тема «Я и моя команда». Участницам всегда помогали их одноклассники и в своих номерах они должны были передать настоящий командный дух. Школа – это команда, вся система образования – это команда. Поэтому вот они должны и раскрыть чувство коллективизма, умение поддержать друг друга, да, в каких-то трудных моментах. Но потом достигать цели можно только, наверное, командными усилиями. Ученица развилковской школы Надежда Мининкова заданную тему решила воплотить в театральной сценке. Девушка постаралась перенести гостей конкурса в сказочный мир. Я хочу донести зрителю, что нужно мечтать и не переставать мечтать всегда в своей жизни, чтобы жить. Командный дух ощущался не только на сцене. Большую поддержку финалисткам оказали болельщики. Они нарисовали плакаты, принесли с собой флаги и громко стандировали за свою участницу. Вообще, это мероприятие среди школ Ленинского района – одно из самых любимых. Мне этот конкурс очень нравится. Выступления у всех участниц очень хорошие. Я думаю, он развивает творческую личность в первую очередь. Поэтому, естественно, надо продолжать, не перерывать традиции. С середины конкурса начали выявляться фаворитки. Многие зрители отметили качество выступления ученицы Винновской гимназии Ксении Борейко. У нее классная команда, хорошее выступление. Мнение зрителей разделило и жюри. Именно Ксения Борейко стала победительницей конкурса «Видновщанка-2018». В своем выступлении девушка рассказала о традициях разных народов. Большое спасибо всем вам, мои друзья, которые пришли сегодня поддержать меня. Телеканал «Видное ТВ», который несколько лет тому назад учредил свою специальную премию на конкурсе, также отдал предпочтение Ксении. Ей подарили билеты в кинотеатр «Искра», съемку сюжета о победительнице, фотосессию с предварительным походом в салон красоты и статью в газете «Видновские вести». Но каким бы ни был результат, все участницы отметили, что для них это прекрасный опыт. А помните, как говорили все, безлюбимый год для огонь. Ребята, давайте жить дружно! Юлия Погосян, Николай Карбанов, Елена Кошлева. «Видное ТВ». Ребята, давайте жить дружно!